Раби Шиман написал книгу Зор перед уходом народа в двухтысячелетний Галут. Ари появился, когда окончился запрет на изучение кабалы, и она стала необходимой для дальнейшего продвижения к всеобщему исправлению. Бааль Сулам появился, когда массы должны начать изучать кабалу для окончания всеобщего исправления. Ицхак Ашкинази Ари родился в Иерусалиме в 1534 году. В семье Шломо Лури Ашкинази и уже подростком обратил внимание на себя своими знаниями и способностями в понимании Торы. Отец умер молодым, и мать с детьми переехала из Иерусалима в Египет к своему богатому брату. Там и вырос Ицхак Ашкинази. Насколько он был знатоком Талмуда, говорит хотя бы то, что он учился у главного раба Египта, Радбаза. В 1549 году женился на двоюродной сестре. И, будучи обеспеченный тестем, продолжал заниматься Торой. Неизвестно, как начал заниматься кабалой. Есть множество народных измышлений, но неизвестно, кто был его учителем в кабале. Как и в случае с Раби Шимоном и с Раби Игудашлаком, можно сказать, что озарение такой силы исходит свыше без посредника учителя. О их учителях нам тоже неизвестно. Можно указать, от кого они получили начальные знания, но тот кардинально новый подход, который каждый из них внес в науку кабала, они получили каждый самостоятельно свыше. В 36-летнем возрасте переезжает жить в Цфат. В то время в Цфате жил Раф Йосиф Каро, знаток Талмуда, и Раф Моше Кордеверо, большой каббалист своего времени. В Цфате было много синагог, учебных классов, ешив, общественная и религиозная жизнь. Раби Исхак Ашкинази открывает свой учебный класс и после первых же занятий становится настолько известным в своем познании каббалы, что ученики Раби Моше Кордеверо перешли заниматься к нему. Особым его учеником стал 28-летний Хаим Виталь. Но прожив в Цфате всего два года, 5-го Ава, Раби Исхак Ашкинази умер. Его класс, просуществовавший всего полтора года, закрылся. Перед своей смертью он наказал своему ученику Хаим Виталью продолжить занятие каббалой только одному, потому что остальные не поняли и не могут понять его изложение системы мироздания. После смерти учителя Хаим Виталь переезжает в Иерусалим, ненадолго возвращается в Цфат и затем основывается в Дамаске. Он отказывается обучать кого бы то ни было и лишь систематизировал свои записи, которые вел во время уроков своего учителя. Они со временем заполнили знаменитый сундук Хаима Витада, но он категорически отказывался их издавать, и только после его смерти его сын Шломо издал 8 книг, называл их «Восемь ворот». С того времени Ицхак Ашкинази стали величать Ари, Элоки Раби Эцхак, Божественный Раби Эцхак или Аризаль, прибавляя частичку Заль, светлой памяти. Поскольку в основании мира находятся две противоположные силы добра и зла, в 1756 году противники кабалы выступили в печально знаменитом собрании Ваад в городе Львов и наложили запрет на изучение кабалы до 40-летнего возраста и при условии полного овладения знаниями Талмуда, что практически не под силу никому. Это решение, как и другие подобного типа в иудаизме, называется херем, от речения и против него выступили все кабалисты того времени. В основном потому, что из сказанного в заключении Львовского Ваада следовало, что занятия кабалой приводят к лжемессианству, а не к исправлению мира. Впоследствии этих обвинений не избежали не только кабалисты, но и сторонники Хасидут, хотя не изучали ни произведения Ари и вообще не занимались кабалой. Такое отношение к кабале практически остается и по сей день. Об этом писал в своем предисловии к трудам Ари сам Хаим Виталь. Том 3. Статья. Необходимость изучения кабалы. Рассказ об Ари от имени Хаима Виталь. В возрасте 36 лет со всей своей семьей прибыл в Цфат. С этого момента начинается новый период в жизни Ари, самого города. Я не встретился с Ари в день его прибытия, да и вообще я ничего не знал о нем. Мало ли приезжало евреев из других стран. В то время я уже был известен как знаток Торы и кабалист. Я занимался созданием комментариев в книге Зор. Помню, мне сказали, что какой-то раби Ицхак, приехавший из Египта, встречается с Маше Кардавера и попросил давать ему частные уроки. Потом распространился слух, что Маше Кардавера поражен знаниями раби Ицхака. Но это только задело меня. Мой эгоизм напомнил о себе тем, что я усмехнулся и сказал, что любому чужестранцу еще много-много лет надо провести в Цфате и сначала поучиться кабвале у учеников раби Кардавера. А уже потом, когда все увидят, что он на что-то способен, пусть тогда приходит в основную группу учеников. Дело в том, что каждый раз раскрывается в человеке его эгоизм. Раскрывается во все более открытом виде. Эгоизм, который человек только сейчас начал ощущать, все время находился в нем, но был в спящем состоянии. А теперь, под влиянием Торы, лекарство начинает действовать. И только после того, как человек выявит свой эгоизм и возненавидит его, он избавится от него полностью и навсегда. Теперь я расскажу о встрече, которая произошла у меня с раби Кардавера. Он позвал меня и спросил, слышал ли я что-либо о рабе Исхаке Лурия? «Нет», — ответил я, — «откуда я мог слышать о нем? И вообще, я так занят своей работой, которую считаю главной в жизни, что мне некогда общаться с чужестранцами. Их очень много приезжает в наш город». «Ты даже не представляешь себе, Раби Хаймлик, какую ужасную ошибку ты совершаешь, что не идешь». «Нет, не не идешь, не бросаешь все и не бежишь для того, чтобы встретиться с этим великим человеком». Эти слова поразили меня потому, что они зазвучали из уст великого каббалиста, моего учителя. «Брось все на свете и встреться с ним», — сказал мне Раф. «Считай это даже не просьбой, а приказом». Так я встретился с Аризаэлем. Он сидел напротив меня. И мне казалось, что он знает точно, о чем я хочу спросить его. Не прошло и десяти минут, я понял, кто передо мной. И, клянусь, уже более никогда не забывал об этом. В первые же минуты я сказал ему, что занимаюсь комментариями на книгу Зор. Он спросил меня, какие именно главы я разбираю сейчас. Я ответил ему и тут же спросил, не сможет ли он объяснить мне трудные места. Признаюсь, во мне было желание поставить его в тупик, доказать и себе, и Раби Кардавера, что Ари не так уж велик. Ари молча кивнул мне. Я начал. Написано в Зор. А после всех врат поставил Создатель особый, с несколькими замками, входами и залами. И сказал, кто желает войти ко мне, эти ворота будут у него первыми, пусть войдет через них. Эти врата первые к высшей мудрости, трепету перед Вышним. Продолжал Ари. Он не смотрел на меня, говорил ровно и спокойно. И это и есть Малхуд, называемая Решит. Все силы, отталкивающие нас от Творца, обращаются в ворота постижения его мудрости, если мы преодолеваем их. Но до того, как мы обращаем свой эгоизм в альтруизм, до этого плотно замкнутые ворота и служат, как преграда, отделяющая нас от Творца. Поэтому и называются замками, в кавычках, так как не позволяют приблизиться к Творцу. Но если мы боремся с ними, то обращаем замки в ворота, и там, где была тьма, появляется свет, а вместо ощущения горечи — сладость. «Я смотрел на Ари и ясно видел, что он прошел все эти состояния. Он рассказывает о том, что почувствовал сам. И на каждый замок открываются новые ворота», — продолжал Ари. «И это новые уровни постижения высшего управления. И эти новые уровни называются залами мудрости. Я надеюсь, ты понял, что замки, ворота, залы — это три формы управления, и они последовательно действуют на нас». «Да, это был тот ответ, которого я ждал. Все казалось так просто, а я не мог дойти до этого сам. Я начал задавать все новые и новые вопросы. И вдруг Раби Исхак сказал, «Досюда предел, до которого тебе разрешено доходить. Дальше слушать не следует». Я вернулся домой потрясенный. Я не мог заснуть ночью. Мне слышались все время слова Раби Исхака. Я видел его лицо и улыбку. Он не высказывал никакого превосходства передо мной. Все же он был так велик. Я постился два дня. Я молился Творцу, чтобы он дал мне свет исправления моего эгоизма, чтобы мог я соответствовать арии, чтобы не остановился по дороге к Творцу. Если человек желает войти в духовный мир, ощутить Творца, то единственное, что он должен делать — молиться. Молить Творца об изменении его природы, природы нашего мира, эгоистической, но природу духовного мира, альтруистическую. Но молитва — это желание в сердце, а не то, что произносит уста. Изнутри сердца читает наше желание Творец. Поэтому вся работа человека над собой сводится к тому, чтобы изменить желание сердца, чтобы сердце пожелало изменить свои желания. Но этот человек не в состоянии изменить сам. И об этом он должен просить Творца. Слава Творцу! Молитвы мои были услышаны. Через два дня я стал учеником Раби Исхака. Я скажу, не стесняясь, я был его преданнейшим учеником. Каждое его слово воспринималось мною как закон. Кроме одного, я не смог удержаться, несмотря на просьбы Арии, не восхвалять его перед другими. Я говорил о нем взахлеб всем, кого встречал, и большим знатокам Торы, и большим каббалистам, и юным еще ученикам. Я просто не мог сдержанно говорить о нем. Он занимал мое сердце. И может, благодаря тому, что я не смог сдержаться, большинство учеников Рамака перешли заниматься к Арии. Маше Кардавара умер именно в тот год, когда появился у нас Ари. Ари недолго занимался с ним. Перед смертью Маше Кардавара, обращаясь ко всем, сказал, «Я умираю спокойно. Есть кому остаться после меня. Как жаль, раби Исхак, что я не могу присутствовать на твоих уроках». «Как завидую я вам», — сказал он своим ученикам, «Вы пойдете к Творцу вместе с Ари». Мы не знали тогда, что недолго будет с нами и раби Исхак. Кто-то с первых же дней стал противопоставлять его учение учению раби Кардавара. И действительно, Арамак был плодовитым писателем. Его труды насчитывали десятки тысяч страниц. И нам он объяснял все доступно. Так что даже тот, кто не имел никакой подготовки, мог приблизиться к знаниям Кабалы. Раби Исхак был другой. Часто мы не понимали, не могли понять его. Я помню многих, кто сдался и ушел. Ведь они так привыкли понимать все. А тут надо было сказать себе, «Я ничего не понимаю. Неужели я так туп? Я запутался». Нужно было просить, требовать, умолять Творца, чтобы дал нам постичь то, что рассказывал нам раби Исхак. Он не раз говорил нам такую фразу. «Это хорошо, что вы не понимаете. Что такое ваш мозг? Это эгоизм». Он говорит вам, «Все это неверно. Оставьте это учение. Оно ничего не дает вам». Вы ведь не понимаете ничего. Это глупо просиживать часы на занятиях и ничего не понимать. Но скажу я вам только одно. Идти дорогой к Творцу можно только так. «Верой выше разума». «Вера выше разума» повторял он все время. Я слышал на каждом занятии «Вера выше разума». И я просил Творца, чтобы дал мне силы быть с раби Исхаком. Я скажу вам так. Если к Рамаку мы относились как к гениальному ученому каббалы, открывающему на земле небесные тайны, то Ари дополнительно к этому указывал нам путь, ведущий к установлению связи с духовным миром. И для того, чтобы пройти по этому пути, чтобы принять его, нужно было сравняться свойствами с нашим учителем. Потому что только сравнение в свойствах открывает путь. Только сердце, очищенное от эгоизма, видит ясно дорогу, по которой надо идти. Сказано. «Сделай себе Рава и купи себе друга». То есть выбери важного в твоих глазах человека, сделай его учителем, то есть Равом, для себя. И старайся доставлять ему приятное, поскольку он важен тебе. И таким образом привыкнешь делать кому-то приятное, а потом, в силу привычки, сможешь делать и ради Творца. И будучи близок, таким образом, духовно с Равом, получишь его уровень оценки. Оценки Творца. Это даст тебе возможность сделать хоть что-то ради Создателя. Таким образом, войти в духовный мир и идти далее до полного слияния с Творцом. Наконец, через некоторое время, у нас образовалась постоянная группа. Ушли те, кто должен был уйти. Раби Нахум, он не смог подняться над собой. Выше всего он ставил знания. К нему шел. Раби Мейр, который жаловался, что Ари умышленно излагает материал непонятный. Он нашел того, кто готов был ему разжевывать каждое слово. Он тоже ушел быстро. Образовался костяк. Мы называли себя львятами. Мы старались объединиться вместе в нашем стремлении к Творцу. «Группа», — говорила Ари, — «это необычайно важно. Соединиться вместе в один сосуд, в одно кли, в своем стремлении к Творцу. Соединить свои желания, свой эгоизм, достичь духовных весот. Всем вместе, всем стремиться исправить себя. Научиться быть похожими на Творца. Любить ближнего, как самого себя. Потому что в этом и есть наш путь. Видеть за ближним Творца. И отдавать ему все самое сокровенное, что есть у нас». Ари не уставал повторять нам. «Группа, верные книги и Раф. Вот что приближает человека к Творцу». У нас это было... Во всяком случае, у меня. Я сидел всегда рядом с учителем по правую руку. Он говорил тихим голосом. Для того, чтобы слушать его, нужна была полная тишина. Никто никогда не перебивал его. И из уважения, и из понимания того, что ни одно его слово не должно пройти мимо нашего слуха и нашего сердца. Однажды Ари вошел в Бейт-Кнессет. Он долго молчал, рассматривая каждого из нас. Он уже не раз рассказывал о каждом из нас, всматриваясь в наши лица. Сколько кругу оборотов сделала душа каждого из нас, чьи души собирались здесь. Он мог о каждом сказать все. Он обладал духовным видением. И мы верили ему бесконечно. Сегодня, после долгого молчания, он сказал рабе Голансье два стиха из Торы, которые я хочу прочитать тебе. Не притесняй своего ближнего и не грабь. Раби Авраам встал и вышел из синагоги. Он был хозяином швейной мастерской. Именно туда он направился сразу же. Он собрал своих работников и спросил их, не должен ли я кому-нибудь денег. Они ответили, нет, раби, мы получаем от тебя деньги и исправно. Но раби Авраам выложил перед ними все деньги, которые у него были, и попросил взять столько, сколько, по их мнению, им причитается. Рабочие не брали денег. Все знали, что раби Авраам был честен. И не было случая, чтобы он обманывал кого-нибудь. Раби Авраам попросил вспомнить, даже если у вас была мысль, что я не доплачивал вам. Пусть не специально. Возьмите деньги. Я прошу вас. Тогда вышла женщина. Она обычно брала работу на дом. Она сказала, не обижайся, раби Авраам. Я получаю от тебя все деньги, которые мне причитаются. Но последний раз я подумала, что должна получить чуть больше. Прости меня, раби Авраам. Я говорю только о своих мыслях. Просто я работала чуть больше. Спасибо тебе, сказал раби Авраам. Он отсчитал ей все деньги, а потом вернулся на урок. Раби Схак встал на встречу ему. Он сказал, раби Авраам, эти слова исчезли с твоего лба. Еще он сказал, мы в этом мире не придаем значения таким мелочам. Однако там, в высших мирах, относятся к этому со всей строгостью. Важен не этот внешний поступок, который совершил в то утро раби Авраам. Важно, что он очистился, что отдавал при этом не женщине, а творцу в ее лице. В другой раз я помню, в бейд-медраж вошел раби Шмуэль. Ари встал перед ним и провел его на место. Он отнесся к нему с большой почестью. В течение всего урока он как будто обращался только к нему. Когда раби Шмуэль вышел, я спросил Ари, почему он себя вел так. Раби Исхак ответил, что раби Шмуэль удостоился исполнить одну чрезвычайно важную заповедь Торы. Он больше не сказал ничего. Я поспешил вслед за раби Шмуэлем. Я догнал его и спросил, какую заповедь он исполнил сегодня. «Я скажу тебе правду», ответил раби Шмуэль. «Сегодня утром, когда я шел сюда, в бейд-медраж, чтобы быть одним из первых десяти человек, которые придут туда, я, проходя мимо одного дома, услышал оттуда плач. Я зашел спросить, почему они так плачут, и увидел там голых людей. Оказалось, что ночью воры залезли к ним в дом и унесли все, что там было. Мне стало их очень жалко. Я снял свою одежду и отдал им, а сам поспешил домой и одел свои субботние одежды». Настоящее духовное наслаждение, уготованное Творцом для творений, находится в ультруистических наслаждениях. Они в миллиарды раз выше самого высокого наслаждения нашего мира. Увы, это скрыто от эгоистических творений и открывается только по мере исправления себя. Мне осталось совсем немного. Так же, как Ари, я чувствую близость к концу своего земного пути. Как я благодарен Творцу, что он дал мне возможность быть рядом с Ари. Как я благодарен Аи, что он позволил мне делать записи наших уроков. «Ведь я был не самым понятливым в нашей группе. Почему именно меня выбрал Ари? Я не мог объяснить массой вещей, в то время как вокруг меня блистали знаниями многие. Они потом стали преподавать, говоря, что продолжают дело Ари. Я так и не нашел достойного продолжателя Ари. И рукописи так и лежат в сундуке и по сей день. И я не расстаю с ними никогда. Нет того, кто готов воспринять их. Но что толку в том, что они прочтут эти записи? Не совпадет то, что написано в их душах с тем, что говорил Ари. И не пойдут в прокуроки Ари. Напрасно думаете вы, что, прибавив знания, сумеете приблизиться к Творцу. Ничто знания. А я вижу вокруг только тех, кто увеличивает знания. Поэтому молчу. Пока не обратитесь к Творцу своим сердцем. Пока не ответит Творец и не наградит вас духовной силой, экраном, с помощью которого сможете получить свет. Пока не придет к Творцу по-настоящему каждый из вас, не благодаря внешним формам, которые соблюдаете, а только внутренним. Ничего не поймете в учении Ари. Да, да. И к тебе обращаюсь я, Иешуа Бен-Нун, глава еврейской общины Цфата. Не раз он приезжал ко мне и просил отдать эти рукописи. Он считал, что я делаю страшную ошибку, не распространяя эти записи. Он говорил, что Ари, который завещал мне это, говоря, что не настало еще время для изучения кабалы, сейчас бы взял свои слова обратно. Потому что, говорил Иешуа, посмотри, сколько людей ждут, когда ты откроешь им это учение. Не смогут понять о них, говорил я ему одно и то же. Дал я слово Ари держать их при себе, пока не придет время. Время пришло, воскликнуло. А я видел по нему, что еще очень долго придется лежать рукописями. Не пришло время. Нет, не таким видел Ари своих преемников. Могут помешать им в познании своей души эти рукописи. Не готовы люди. И вот, три года назад свалила меня болезнь. Я практически не мог говорить. Бывало днями находился без сознания. Но в каком бы состоянии я ни был, я нащупывал руками сундук, который стоял у меня под кроватью. Сундук с рукописями Ари. В один из дней я впал в беспамятство и очнулся только ночью. В этот день был выкраден у меня сундук с рукописями. Раби Ешо подкупил моего брата за огромную сумму 600 динаров. Мой несчастный брат передал ему 600 листов рукописи из моего сундука. Раби Ешо нанял 100 переписчиков и в течение трех дней они скопировали рукописи. Я долго не знал об этом. Они были возвращены на место. Все эти три дня я находился в беспамятстве и выздоровел сразу же после того, как рукописи вернулись. И здесь так же, как и во всем и всегда, на помощь мне пришел Арий. Он же говорил, что не расстанется со мной даже после смерти. Получилось так, что эти каббалисты, в чьи руки попали эти рукописи, не согласились послать их за границу. И в самом Цфате познакомили с ними лишь избранных. Это Арий не дал рукописям выйти из Цфата. На этом обрываются записи Раби Хаима Виталя о великом каббалисте Раби Цхакилурия Ари Акадур. Буквально на следующий день Раби Хаима Виталя не стало. Арий не раз говорил своим ученикам такие слова, что кроме нас и Творца нет ничего. Свет и сосуд его получающий вы и Творец. Все, что происходит вокруг вас это так действует на вас Творец. Цель его одна наставить вас на единственный путь путь к нему. За каждым взглядом брошенным на вас кем-то за отношением к вам жены и детей за пролитым супом за дождем за стихшим вас в лесу, за пауком, свесившим паутину в углу вашей комнате, за стариком, который случайно якобы садится рядом с вами и открывает книгу по каббале. За всем этим стоит Творец. И только он. Это он действует на вас и призывает вас к себе. Поймите это и идите к нему, потому что кроме него нет ничего. Все вокруг его одеяния, его свет. Свет, заполняющий все. Свет, который призывает вас к очищению. И чем больше мы очистимся, тем ближе приближаемся к Творцу и получим те великие наслаждения, которые он приготовил нам. Все, что создано Творцом, управляется им как в общем управлении, так и в частном. И нет у вас никакой возможности выйти из-под четких законов, установленных Создателем. А поскольку каждый человек это маленький мир, то ни в одном человеке, как и во всем мире, нет ни одной мысли и желания, которые бы не исходили из желания Творца приближения человека к себе. Сказано в книге Зор, что нет зернышка в нашем мире, над которым не было бы высшей силы Творца. Истерегущего его, бьющего его, заставляющего развиваться. То есть все, что происходит, происходит только управлением свыше. Раби Исхак не раз приводил нам пример человека и чистой родниковой воды. Он говорил так. Вы хотите пить, и вы поставляете ваш сосуд, и в него льется чистая родниковая вода. Она есть всегда, только ваш сосуд причина ваших страданий. Если он загрязнен, то какой бы чистой не была бы вода, в грязном сосуде она не будет ощущаться чистой. Она будет подстать сосуду, она будет приносить страдания. Вода будет казаться грязной. Если же вы очистите сосуд, отдрайте его хорошенько, то родниковая вода будет в нем источником наслаждения для вас. Только исправляя себя, только очищая свой сосуд от эгоизма, вы можете ощутить те наслаждения, которые приготовил для вас Творец. Тот великий свет, который разлит вокруг, он светит вам постоянно. Только настройтесь на него, очиститесь. Итак, начиная с 15 лет, с того самого момента, когда раб Ицхак встретил в синагоге старого Мурана и понял, к чему подталкивает его Творец, с этого самого момента он посвящает все свое время изучению книги Зоор. Он уединяется в своем Думе и слава Творцу, что все понимают, как это важно не мешать ему. Жена, ее отец, друзья Ари, все помогают ему. Жена не входит в комнату без того, чтобы не спросить разрешения. Часто она приносит ему еду и ставит ее перед дверью. Аризаль бесконечно благодарен ей за это. Я вспоминаю его в этот период, когда только-только с ним познакомился. Он пригласил меня к себе в дом. На встречу мне вышла высокая красивая женщина, его жена. Она встретила меня так, будто давно мы уже были знакомы. Она чувствовала всех, кто приходил в ее дом. Приходят они как друзья ее мужа или как недруги. Она оберегала его и в этом. Помню, как она не впустила в дом знаменитого Рауа и его учеников. Я не буду называть его имени. совершенно четко почувствовала, что они пришли унизить Ари. Конечно же, я уверен, что при всем своем желании они не смогли бы этого сделать, но они отобрали бы у Ари драгоценное время, потому что не смог бы их выгнать. Вот так уже с помощью жены оберегал его творец. Я видел, какое глубочайшее уважение выражал ей Ари. Всегда заботился о ней, чтобы она была здорова, красиво одета. Она же оберегала его от вопросов, связанных с ведением домашнего хозяйства, когда не мешала ему, а наоборот всеми силами помогала заниматься кабалой. Ари 16 лет. Он изучает взор, уединившись в своем доме. Когда же он не мог понять какое-либо место взор, он постился и умолял творца, чтобы тот посвятил его, позволил понять духовную суть вещей. Он рассказывал мне, как мучился, пытаясь проникнуть во внутренний смысл глав книги. За всеми этими сказаниями он видел работу для себя. Открывались ему духовные миры, и он видел себя среди них. Он пытался понять, где же он. В какой-то миг вдруг понимал, что он раби Шимон Барьяхай, написавший книгу Зор, что он раби Шимон это новое воплощение души раби Шимона, что его задача открыть книгу для своего поколения. Для этого он пришел в мир. Зор это видение Равахии. Пал Хия на землю, читал Ари, поцеловал ее и зарыдал, говоря, земля, земля, до чего же ты неподатливая, и скольких мужей ты поглотила, все светочи, все столпы мира поглощены тобой, и даже освещающий мир, могущий управлять миром, и страдать за весь мир раби Шимон поглощен тобой. Помолчав добавил, но не гордись, не были преданы тебе светочи мира, и раби Шимона не поглотила ты. Шестнадцатилетний Аризаль часами, днями сидел над главами Зор. Раби Хия, земля, раби Шимон. Малхот, конечный эгоизм, каким он родился в мире бесконечности, и находится под запретом получать свет в течение шести тысяч лет, повторял шестнадцатилетний Аризаль. Лишь соединение Малхот с остальными девятью свирот создает сосуд для получения света. Аризаль забывал, что за дверью стоит еда, принесенная его женой, что он уже не спал три ночи. Соединение эгоизма с альтруизмом, то есть получать, но не ради себя, именно эти соединения называются врата, потому что они позволяют войти в духовное пространство. Перед ним начинали открываться врата духовного пространства, одни за другими, и он без страха шел туда, куда его вел Творец. Душа первого человека раскололась на шестьсот тысяч отдельных душ, и они упали вместо клепот, попали в их плен, и теперь догмар текун до полного исправления должен происходить круговорот душ, чтобы выйти из этого плена. И все праведники, освещающие наш мир, приводящие в него искры света и не позволяющие произойти окончательному и полному торжеству зла, также они, праведники, не смогут себя полностью исправить, поскольку все души соединены вместе, включают одна другую. В каждый душ есть части всех остальных, и таким образом, даже душ праведников находятся отчасти под властью земли. Резаль плакал, читая строки из Зоар. Упал Рабихия на землю, поцеловал ее и зарыдал, говоря, земля, земля, до чего же ты неподатливая, и скольких мужей ты поглотила, все светащи, все столпы миру поглощены тобой, и даже освещающий мир, могущий управлять миром и страдать за весь мир, Раби Шимон поглощен тобой. Но проясняется взгляд Ари, и он уже понимает последнюю строчку, но не гордись, не были преданы тебе светащи мира, и Раби Шимон не поглотила ты. Я, Хаим Виталь, ученик великого Ари, снова повторяю вам, уже в 16 лет Ари знал, что душа Раби Шимона Барья Хая, написавшего книгу Зор, находится в нем, в Ари. Проделав очередной кругоборот, она вселилась в него, и он появился на свет только с одной целью, раскрыть нашему поколению книгу Зор. Поэтому у него не было времени, он должен был ускорить свое обучение. В 19 лет Ари приходит к выводу, что в своем доме он недостаточно изолирован от этого мира. Он идет к тестью. Мне надо успеть сделать очень многое, говорит он. Мне страшно от того, что я не успеваю. Как много вещей мешает мне сосредоточиться. Помоги мне. Ему не надо долго упрашивать тестья. Какое счастье, что Аризали окружают такие люди. Тесть строит дом для Ари в уединенном тихом месте на берегу Нила и приставляет к нему десять слуг. В этом домике Ари проводит всю неделю, возвращаясь в свой дом лишь в субботу. И ни слова укора от жены, ни слова. Она понимает, для чего живет Ари и понимает, что живет для него. она встречает его с неизменной улыбкой. В доме всегда убрано, ничего не мешает Ари думать, и он благодарен Домик на берегу Нила стал местом величайших откровений, открывшие Раби Цхаку величайшие тайны Тора. Так в изучении книги Зор в ежедневных раздумьях по поводу себя и человечества прошли годы. Ари 36 лет В июле шли проливные дожди, ветер срывал крыши с домов, Нил вышел из берегов и затопил прибрежные деревни. Стихия словно подталкивала к чему-то. Домик Ари остался цел. Ари переплыл на берег со слугами и сразу пошел в синагогу. Какая-то сила вела его туда. Именно в этот вечер, именно в этот час он должен был оказаться там. Он вошел в синагогу и молился стоя на своем обычном месте. Когда закончил молитву, почувствовал прикосновение чьей-то руки к плечу, он обернулся. За спиной у него стоял старик. Ари сразу же узнал его. Это был тот самый Моран, который когда-то направил его на путь изучения кабалы. Прошли годы, старик этот изменился до неузнаваемости. Кроме того, он ослев, но смог без подсказки подойти к Ари и положить ему руку на плечо. «Здравствуй, старик, я долго не видел тебя здесь. Где ты был? Говори». «Я был за Ямсуф», отвечал старик. «Там сейчас готовится такое, что перевернет весь мир и осветит землю». «Я вернулся сказать тебе это. Я говорю о городе Цфате». «Слышал ли ты когда-нибудь о нем?» «Да, конечно», сказал Ари. «Я читал многие из книг Раби Моши Кардавера. Он глава кабалистов Цфата». «Знаешь ли ты что-нибудь о Раби Хаиме Витале?» спросил старик. «Нет», ответил Ари. «Оказывается, они рассказывали обо мне». «Еще до приезда в Цфат Ари услышал мое имя. Я удостоился этой чести, но как бы я ни напрягал свою память, я не могу вспомнить этого старика». «Мой тебе совет», сказал старик Ари. «Возьми свою семью и езжай в Цфат. Ты уже достаточно долго работал один. Настала пора увидеть других и рассказать о себе. Они ждут тебя». Ари повернулся, чтобы идти. «Кто послал тебя ко мне?» спросил Ари. Но старик ничего не ответил и вышел из синагоги. «Это был очень глупый вопрос», говорил мне потом Ари. «Так так жизни мы встречаем странников на каждом шагу, только не обращаем внимания на их слова». Ари потому и был великим Ари, что он услышал слова, сказанные стариком, и увидел тень Творца, который направлял, звал его к себе. Ари думал недолго. в этот же вечер он пришел домой и сообщил жене, что они переезжают в Цфат. Она послушно приняла предложение. В этот же вечер вещи были собраны. В возрасте 36 лет Ари вместе со своей семьей прибыл в Цфат. С этого момента начинается новый период жизни Ари и этого города и мира. В это время в Европе происходили всякие варварские события инквизиция. А эти ребята сидели в Цфате и занимались духовной работой. Мы заканчиваем институты, академии. Стаж учебы нашей приближается к 20 годам. Не является ли все это, все эти профессиональные занятия ложными? Сам процесс просеивания, выделения нужного из общего создает кли, в который человек получает то, что ему дорого. Поэтому и в работе, и в учебе, и в своих досугах, которыми человек постоянно заполняет себя, он придет постепенно к тому, чтобы увидеть самое главное во всей его жизни. Беседа об Ари. Первая часть. Сильный порыв ветра качнул деревья и Ари открыл глаза. Не было понятно, куда направлен его взгляд, в прошлое или в будущее, но я был уверен, он видит совершенно другой мир. И этот мир живет совершенно другой жизнью. Именно там происходит нечто, что так волнует его. Я боялся прервать его раздумья, чувствовал, что происходит нечто необычайно важное. Я общался с ним постоянно, вот уже несколько месяцев, и никогда еще не видел его в таком состоянии. Мне даже показалось, что порывы ветра сейчас принесут дождь, потому что вдруг пахнуло свежестью и небо над тем местом, где мы находились, стало со всех сторон закрываться тучами. Жаль, что никому потом об этом не расскажешь. Кто в это поверит? Скажет, что ты все это придумал, скажет, сумасшедший. И так все боятся этого слова кабала, боятся как проказа. Кто занимается кабалой, с ума сходят. Это тебе любой скажет, ты только поинтересуйся. Но Ари говорит, что это очень хорошо, что есть нечто, что людей останавливает, лишних людей отсекает, не дает дойти до настоящих тайн тем, кто этого не достоин. И только тех настоящая кабала к себе подпускает, у кого желание настоящее, бескорыстное, кому самим творцом это желание дано. Человек это желание должен оберегать как самое главное свое богатство. Послушай, вдруг прервал мои раздумья Ари, я сейчас получил разрешение рассказать тебе о некоторых важных вещах, так как из всех учеников, которые есть у меня, только ты полностью принимаешь и понимаешь мое учение. поколениям. Поэтому только ты сможешь записать его и передать следующим поколениям. Я знаю, что жить мне осталось недолго, может быть год, может быть чуть более. Если я потрачу это время на написание книг, ничего не успею. Кроме того, тебе дана необыкновенная память. все оставшееся время я буду рассказывать тебе столько, сколько успею, а ты потом запишешь все это и передашь дальше. Только твои ученики продолжат настоящую кабалу. Ты помнишь, как мы шли с тобой в миро и слева от дороги нашли скопище крупных камней? Я просил тебя тогда напомнить мне об этом. Я начал рассказывать тебе о душах людей и о тех нескольких людях, могила которых разрушила время и от них остались только эти разбросанные камни. Души этих людей сделали большие исправления в мирах. Благодаря их работе мы с тобой сегодня можем спокойно говорить о наших каббалистических проблемах. Кстати, неделю назад мы с нашей группой могли опередить время. Я намекнул об этом всем ученикам. В духовных мирах было состояние, которое позволяло сделать удивительные исправления, которые сократили бы путь человечества, сделали бы этот путь более доступным. Мы все должны были подняться в Ирушалим. Я не мог давить на людей, я просто попросил их. Если бы я начал объяснять им все подробно, я забрал бы у них самое главное, их собственное желание что-либо сделать. Поэтому я просто сказал им, завтра с утра мы должны подняться в Ирушалим и все. Ты видел? Пришли только двое, двое и ты, трое учеников. У кого-то болел живот, кого-то не пустила жена, в Иушуа порвалась обувь, детские сказки. Исправление в мирах. Следующая такая возможность возникнет только через четыреста тридцать лет. Мы должны молиться за то поколение каббалистов. Я вижу, что они это смогут. Ты спрашивал меня вчера еще раз о тех душах, которые витают над могилами. В двух словах этого не выразишь. Для этого нужно было бы написать целую книгу, не назвать ее, скажем, Шара Гильгулин или что-то вроде этого. Мы говорим с тобой о том, что душа должна сменить множество тел, как одежды. С каждой душой это может происходить столетия и даже несколько тысячелетий земного времени. Человек будет рождаться в разных странах. в разные эпохи и везде ему будет предоставлено самое подходящее жизненное обстоятельство для исправления его души. Те ошибки, которые человек совершит в какой-то конкретной из жизни, повлияют на то, кем и каким он будет в следующем своем воплощении. И ему вновь и вновь жизнь за жизнью будет даваться возможность исправить свои повторяющиеся ошибки. интересны, что человеку всегда дают действительно самое лучшее, самые подходящие условия для исправления души. И он практически никогда этого не чувствует и никогда со своими внешними условиями не согласен. Что сделать? Люди просто удивительно необъективны из-за своего эгоизма. Есть еще более интересный случай, когда души меняются социальными ролями и встречаются и контактируют с друг другом на протяжении многих поколений. Ситуации могут быть даже самыми смешными. Свекровь издевалась над невесткой, в следующем кругообороте невестка станет свекровью и ситуация развернется. Но это так, игра. Есть действительно серьезные ситуации. Например, существовала в Испании в 13 веке группа каббалистов. Очень сильная группа. Ты же знаешь, что кроме тех, кто просто называет себя каббалистами и в то же время делает какие-то театральные глупости, всегда существуют настоящие скрытые каббалисты. Их может быть совсем немного в каждом поколении, но они выполняют необходимые действия по исправлению всего мира. И мир существует, пока есть такие люди. Они могут находиться возле тебя, и ты никогда об этом не догадаешься. Так вот, есть такие духовные проблемы в мире, что решить их может только группа каббалистов, а не отдельные люди. группы, группа представляет собой соединенные части одной разделенной души. Я потом при случае объясню тебе, что это такое. Так вот, души членов этой группы могут возвратиться на Землю через несколько столетий и в виде совсем других людей еще раз соединяться в каббалистическую группу. Для них сверху поставлена задача. Повинуясь внутреннему инстинкту, эта группа начинает работать по исправлению. Она продолжает то, что делала несколько столетий тому назад. Это такой же инстинкт, как у рыб, у животных, которые в определенное время осознают заданную им природой задачу и начинают выполнять программу размножения, даже если они могут умереть из-за этого. Эх, Равхаим, если бы ты уже мог видеть, насколько все задано в этом мире, в этой жизни, но ты увидишь это, и это поможет тебе записать наши беседы в виде книг. Так вот, души той самой группы каббалистов еще появятся вместе через несколько столетий, и если человечеству повезет, сделают очень много важных вещей. Однажды, спустя несколько месяцев с того дня, как я начал учиться у Рава Ицхака Лурия, меня вдруг охватило страшное отчаяние. Это было не просто отчаяние, это чувство, охватившее меня, было замешано на безысходности и страхе. Я вдруг поймал себя на мысли, что все, что я слушаю на уроке, все, что я с таким увлечением слушал в объяснении Храва Ицхака, мне непонятно, и я не понимаю все больше и больше. Все, что он говорил, превратилось для меня в массу звуков, в монотонные мелодии отвлеченных фраз. Я видел, как другие, а многие из этих других, были уже большие каббалисты того времени. Эти другие кивали ему головами, спрашивали какие-то вещи, в которых я ничего не мог ловить. Не мог внутри себя сопоставить это, ни с чем другим мне знакомым. Мне хотелось биться головой о стену Бнет-Кнесета, чтобы что-то вошло в эту голову. Я с трудом дождался конца занятий. Даже среди урока я несколько раз хотел вырваться, выскочить из этого зала синагоги, где казалось все вокруг против меня. Я не мог с этим жить. Я решил, во что бы то ни стало, поговорить с Ари после занятий, но внутренний голос уже твердил, что это уже бессмысленно. И что, видимо, это изучение каббалы не по мне, не дорос еще. Для этого, видимо, человек должен располагать каким-то особым складом ума. Урок закончился, и я стал ждать, пока люди разойдутся. Вдруг кто-то со стороны подошел к Ари и очень тихо произнес, что его ждет молодая женщина. Перед ним стояла необычайной красоты молодая женщина. Еврейский закон не очень позволял ей просто так подойти и начать разговор с мужчиной. Ее буквально трясло от страха, потому что прокабалистов вечно распространяют какие-то небылицы. Они наводят на непосвященных ужас и священный трепет, но если она пришла, пришла, несмотря на все это, значит, что-то очень важное привело ее. Ари смотрел на нее и ждал, что она начнет говорить, но она не могла выдавить из себя ни слова, стояла, опустив глаза и не могла выйти из оцепенения. Внезапно из ее глаз хлынули слезы, и она начала что-то быстро говорить, но все было непонятно, кроме слова браха. Ари стоял не двигаясь. Он смотрел сквозь женщину и казалось, вообще не видел ее. Тогда она внезапно успокоилась, прекратилась истерика, и она сказала, «Раби, великие раби, все говорят о том, что вы можете делать любые чудеса. Многие рассказывают о таких чудесах, что в это трудно поверить. Я не буду вас мучить своими рассказами о моих несчастьях. Я только прошу вашего благословения. Дайте мне благословение, дайте, дайте». Арина хмурился. Потом лицо его разгладилось и весь вид его выражал недоумение. Он не то, чтобы колебался, вдруг стал как ребенок, который никак не может понять, что эта женщина хочет от него, какое он имеет к ней отношение, что он должен ей дать, какую помощь она от него ждет. Они оба застыли, он и женщина, и простояли так несколько мгновений. Но мгновения эти как будто выпали из общего движения времени. Вместе с Ари все замерло. Он повернулся и сказал, сказал так, чтобы его слышали все стоящие вокруг. Я не фокусник и не колдун. Я орав. Я орав, занимающийся кабалой. Я не должен изготовлять камеи и считать заклинания. Я кабалист, и все мои действия должны быть направлены на исправление мира. В вашей просьбе и в просьбе таких, как вы, есть то, что я не должен делать. Есть то, что не входит в мои обязанности и полномочия. Я не должен заниматься исправлением действия Творца. Ари так произнес эти свои фразы, что любое сказанное сейчас слово выглядело бы как исправление. Все, что я хотел сказать ему про свои понимаю, не понимаю, стало мелким, невесомым, глупым. В конце концов, мне стало стыдно за свои эти мысли и за то, что такого великого человека я занимаю своей болтовнёй. Но он сам подошёл ко мне, посмотрел мне в глаза и спросил, что ты хотел мне сказать во время урока? говори, не стесняйся. А впрочем, я и сам понимаю, что тебя мучает. Ты что думаешь? Все эти люди, которые сидят и слушают, что я говорю, и при этом многозначительно кивают головами, они понимают что-нибудь? Большинство из того, что я говорю, я произношу только потому, что это должно быть произнесено, должно быть вынесено в наш мир, это должно быть прочувствовано нашим миром. Если бы это вошло в каждого хоть понемногу, хоть по чуть-чуть вошло бы в тех, кто сидит на моих уроках, это изменило бы все вокруг. Ведь каждый человек это огромный мир, это огромный отдельный мир, и все находится в нем, все находится в человеке и творце. Творец его тоже находится там, внутри человека. Ты поймешь это, ты увидишь, ты почувствуешь. На следующий день мы с Ари с раннего утра направились в сторону озера Кинерет. Я очень любил ходить с Ари, потому что мог беседовать с ним на темы, которые мы не затрагиваем на уроках. Самая моя большая проблема была в запоминании. Я не имел никакой возможности записывать все, и вся надежда была только на память. Меня волновали самые разные вопросы, на первый взгляд не имеющие отношения к Кабале, тема астрологии, еврейского календаря, соответствие тела человека духовным корням, даже географические карты, и этому есть объяснение в Кабале. Ведь даже у каждого государства есть свой корень в духовных мирах. На берегу жил один рыбак, который благоговейно относился к Ари. Каждому празднику обязательно приходил к нему с какими-то расчетами, ведь Раф из Хаклурия был большим знатоком торговли. Он очень любил повторять, что если бы не занятие Кабалой, он наверняка был бы очень богатым человеком. Сейчас мы с тобой совершим плавание, сказал Ари, и мы поволокли двухместную лодку к озеру. Как правило, я не спрашивал у Ари цели того или иного действия. То, что я должен был узнать, я и так узнавал. Мы выплыли на середину озера и стали крутиться, как будто Ари что-то искал. Здесь вдруг воскликнул он, и мы остановились. Легкий водоворот кружил лодку на одном месте. Ари взял кружку и зачерпнул ей воду. Пей, протянул он мне кружку. Пей все залпом. Это место, тот самый блуждающий колодец Мирьям, о котором все говорят, и никто, как обычно, ничего не знает. Пей, и все знания Кабалы откроются тебе. Ты постигнешь те духовные миры, в которых находятся все причины и следствия, все происходящее, прошлое и будущее. Ты познаешь самого Творца. То, что открылось мне в эту минуту, невозможно передать словами. Это был удар. Что бы вы не представляли себя духовным, как бы вы не мечтали об этом духовном, об открытии в себе этого нового свойства вы даже не отдаете себе отчет в том, как далеки вы от истины. Это ощущение развершейся земли под ногами. Это опьянение от познания абсолютной красоты и совершенства. Нет, все это не те слова. Человечество даже не представляет, каким бедным языком в действительности оно обладает. Словами мы ничего не можем по-настоящему выразить, ничего. Наш язык не готов для того, чтобы выразить духовное. Мы настолько примитивны с нашими угловатыми мозгами, чтобы понять, что же такое духовное, высшее. Понять это невозможно. Это можно только почувствовать. Почувствовать сердцем, плачем, песней, бессонными ночами. И это нужно постичь, прожить. Потому что это может заполнить только то место в человеке, которое он подготовил в себе для духовного. Это как десятилетие искать маленькую дверцу в огромной километровой стене и вдруг найти там, где как будто все время искал. «Нет, этого не объяснишь словами». Ари смотрел на меня и улыбался. Уж он-то точно знал, что со мной происходит. И только с ним я мог обсуждать происходящее со мной, потому что он с высоты своей чувствовал, что стоит за каждым моим словом. И я вдруг ясно увидел, что также понимаю каждое его слово, и мы с ним монолит, как одно целое. Да, на нас держится все человечество, все люди, души представляют собой одно целое, как сообщающиеся сосуды. Как иногда переполняется кенерт через маленькую речку, вливая свежую воду в мертвое море, так и каждый, постигающий духовное, наполняет новой струей жизни все человечество. Внезапно лицо Ари стало необычайно серьезным. Он закрыл глаза и тихо начал говорить. То, что я проделал с тобой, обычно никто никогда не делает. Причина у нас как все. Почему только три около уни? Причина у нас и других причин нет. А мы вообще пока не находимся в зевуге, да? И смотрите какое разнообразие. То есть мы находимся в зевуге с творцом, творец взаимодействует с нами, но его взаимодействие с нами называется физический мир, который триллиона, 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 триллиона раз это взаимодействие качественно и количественно отличается от вот этого уровня. А что это будет вообще непонятно. Даже представить себе не нужно. Мне один раз дали заглянуть, я вам говорю, что этого мира нет, он мертвый. Надо только посмотреть, только заглянуть туда, чтобы просто я мог в состоянии объяснять, что это такое. Чтобы я был уверен в том, что я говорю, для педагогических целей, а не в целях было плащение какого-то, а для какого-то существования какого-то, в основном. И то, это настолько ошибательно, что невозможно описать. А что дальше я вообще не понял. Все, ребята.